Всем привет, с вами Павел Багрянцев. В этом видео я отвечу на вопрос подписчика про музыку. Мы на эту тему никогда не говорили, я посчитал этот вопрос интересным. И меня он спросил, Павел, как ты относишься к музыке, что ты сам слушаешь, что выбираешь для себя. Известно, что музыка, она влияет очень сильно на развитие, на психологию. И я вижу, что человек продвинутый, человек думающий. Я сам к этому пришел, и поэтому я поделюсь с вами своим мнением. Что вы хотите слушать, не слушать, это уже личное ваше дело. Я отвечаю на вопрос следующим образом. Когда-то я слушал колбасей, друзья. Просто вот такой ту-дуц-туц-туц, ту-ру-туц-туц-туц. Я в школе ходил в такие колбасерские клубы. Потом я в студенчестве вел мероприятия в клубах, вечеринки, дискотеки. В институте я организовал мероприятия, вечеринки. Я больше 10 лет был в окружении вот этой вот музяки, как сейчас говорит молодежь. Очень жесткой, которая прямо в мозг, да, вот к нам заходит. И как я сейчас отношусь? Я уже не слушаю такую музыку. У меня есть любимые, любимые песни, какие-то попсовые. Ну, бывает песня «Приездца», но она прикольная. Ты ее слушаешь. Я такие песни иногда слушаю, слушаю, пока не наслушаюсь, а потом как бы забрасываюсь. То есть я стараюсь сейчас избегать очень сильно ритмичной музыки. Объясню, по какой причине. Она заводит. Эта музыка бодрит. Я знаю, она придает сил. И иногда, когда мне сил не хватает на пробежке, я могу даже иногда включить такую музыку. Но это бывает, наверное, раз в месяц, раз в два месяца. Я стараюсь сейчас больше выходить на силе воли. То есть преодолевать себя и во время пробежки занимать свою голову какими-то полезными мыслями, чтобы не слушать такую музыку. Вы, наверное, слышали такое, что классическая музыка, она улучшает работу органов. Если женщина беременна, то благодаря классической музыке у нее лучше протекает беременность, и дети рождаются более умные, ну, более продвинутые. Ну, в общем, по всем показателям. Это уже много раз изучали ученые, замеряли. Это уже даже доказывать не нужно. И я вам расскажу, почему так происходит. Это все физика. Наш мир состоит из вибраций. У всего есть вибрация. Есть вибрация, это альфа-волны. Есть специальные аппараты, которые, точнее, не альфа-волны, а альфа-ритмы. Есть специальный аппарат, который замеряет альфа-ритмы человека. Ну, это, опять же, физика, да. Вот альфа-ритмы, они есть у всего. Они есть ритмы, определенные у космоса. И классическая музыка, мантры. Почему там на людей благополучно действуют мантры или молитва? Почему им становится легче от этого? Либо любая священная там песня, либо такая благородная песня. Есть такие песни благородные. Не знаю, как этот стиль называется, но они, ну, как говорят, облагораживают душу. То есть от них становится легче, как-то яснее, приятнее. Взрослые многие очень часто такую музыку слушают. Это все не просто так. Ну, так вот, такая музыка, у нее ритмы этой музыки, те вибрации, которые от нее исходят, они совпадают с ритмами космоса. Когда человек может сонастроиться с ритмами космоса, ну, по астрологии на нас же все влияет. Недаром люди так увлечены гороскопами. На нас влияет все. Магнитные бури, солнце, луна. Болит у нас голова, не болит. Повышается давление, не повышается. Но вы своим родителям знаете, да? То есть это тоже доказывать не надо. Это и так понятно, что на нас солнце, звезды, космос влияют. Ну, так вот, у солнца, у звезд, у луны есть, опять же, свои ритмы. Когда человек может жить в соответствии с ними, то есть когда уровень его вибраций совпадает, тогда человеку хорошо, он счастливый, он радостный, ему легче жить. Когда у человека эти ритмы не совпадают, когда они ниже, когда у него более низкие вибрации, то человеку тяжелее жить. У него проблемы в жизни, у него плохое настроение, он часто болеет, у него хандра, он постоянно в негативе находится. И я изучаю этот вопрос, общаясь с теми людьми, которые замеряют альфа-ритмы, они мне все это рассказывали, они замеряли мои альфа-ритмы, и это можно искусственно свои ритмы настроить на вибрацию, как раз-таки космоса и солнца. И поэтому, когда я узнал, что музыка вот такая вот тяжелая, где вот такой бит, да, где какой-то рок, еще что-то, когда она, наоборот, понижает наши вибрации, то есть она, наоборот, ну, все портит нам, весь мозг, весь мозг она просто нам разрушает. После этого я от этой музыки отказался, и я слушаю только ту музыку, которая может мне помогать работать, ведь уже давно доказано, что та же классическая музыка, ну, или какая-то другая еще так хорошая, качественная музыка, она улучшает работу, то есть вы лучше высыпаетесь, вы более продуктивный, у вас лучше настроение. Поэтому я чувствую, я слушаю часто мантры, я слушаю добрые песни, где именно, ну, воспевается, как бы, добро и хорошее отношение к людям. Я как-то случайно их нахожу, либо мне сбрасывают, то есть я не знаю специальных, там, каких-то авторов и так далее, я сейчас просто не помню. Просто сейчас есть очень крутые исполнители, диджеи, которые обработали мантры и сделали их в крутом современном исполнении, и я их слушаю. То есть там есть немножечко электронной музыки, но как бы все равно не превышает никаких норм и так далее. То есть очень круто слушать, приятно и ритмично, и в то же время полезно, и хорошее настроение от такой музыки. Вот такое у меня отношение к этому, друзья. Все очень просто. Я исхожу из физики. То, что на физическом уровне на человека влияет плохо, я от этого отказываюсь. То же самое с едой. Все, что на физическом уровне на человека влияет хорошо, ему помогает. Я это принимаю, я это слушаю. Если пройду, то я этим и питаюсь, да, как говорят, благостная пища. Я знаю, что среди вас, уважаемые друзья, есть много людей, которые любят разную музыку, особенно с этой модой, да, там, которая сейчас идет, да, вот музыкальная, там много диджеев. Я сам все это слушал. У меня огромные просто пачки этих кассет, дисков. Там весь мой контакт, там, пестрит вот этими всякими крутыми мелодиями. Но я себя отучал, думаю, ну, а зачем? Что мне это дает? Ну, потрес я ногой, пока слушал эту музыку, да, ну, и все, как бы, ну, почувствовал ритм. Ну, и поэтому классическую музыку я слушаю очень редко. У меня ее чаще слушает жена, на самом деле. Вот, а я выбираю для себя какие-то добрые песни. По поводу вибраций хочу сказать еще следующее. У слова тоже есть вибрация, у речи человека. И те люди, которые научились управлять своим голосом и развили свой голос, они могут влиять на людей. Есть люди, которые просто говорят и выступают, их слушаешь, просто слух не оторвать. А бывает, люди говорят, у них такая речь, такой тембр, неприятно слушать. Вот у голоса тоже есть вибрации, которые на это влияют. И когда мы говорим плохие слова, матом ругаемся, это тоже плохая вибрация, которая негативно сказывается на нас. Когда мы говорим хорошие слова, о процветании, о любви, добрые слова, когда мы благодарим, вот все такие красивые возвышенные речи и слова, они также с хорошими вибрациями влияют на человека. Поэтому музыка, где есть такой позитив, и сейчас появляется все больше групп, где просто в музыке реально позитив. Они там пишут про солнце, новый день, там как круто, да, там про счастье, еще что-то. Вот и причем это сейчас попса уже такая начинается. Такую музыку я могу послушать действительно, и она мне очень нравится. Вот мое отношение к музыке. Я не знаю, удовлетворены вы ответом или не удовлетворены. Все равно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока!